Победа команды В этом турнире подопечные Геннадия Гришина оставили за бортом динамовцев и армейцев, а перовское отделение выбило из турнира «Спартак», так что кубковая победа получилась полноценной. В финале, который прошел на Сапсан-арене под бдительным присмотром Эрика Штофельсхауса, наши ребята легко переиграли ЦСКА. Еще в первом тайме Миша Гайнов и Рома Калмаков забили по голу и обеспечили победу со счетом 2-0. Поздравляем футболистов и желаем им новых, еще более значимых побед в будущем. В летнем первенстве Москвы Локомотив вышел на первое место по потерянным очкам, и это всего за два тура до конца. Сразу после финала кубка наши ребята тремя возрастами обыграли ЦСКА и практически обеспечили себе попадание в итоговую тройку сильнейших. Особенно стоит отметить победу ребят 2002 года рождения, так как они ведут борьбу за первое место по своему возрасту как раз с армейцами, и по личным встречам теперь впереди. Но тройка — это лишь минимум нам по силам бороться за медали высшей пробы, поэтому на следующей неделе наша Академия закрепила успех в домашних матчах против ФШМ. Силы школ, конечно, не равны, но видно, что на концовку чемпионата наши ребята накатываются за всех сил. В четырех матчах 14 забитых мячей на любой вкус и ни одного пропущенного гола — стопроцентный результат, к которому нужно стремиться. Осталось всего два тура до конца, в том числе самый главный — против Спартака на его поле. Будет жарко. Кстати о жаре. На днях Академия посетила съемочная бригада кинокомпании «Базилевск» Тимура Бекмабетова, которая в сотрудничестве с бразильской компанией «Фокс Бразил» будет знакомить местных зрителей с российским футболом в многосерийном документальном фильме в преддверии чемпионата мира 2018 года. О том, как умеют играть в «Локомотиве», рассказывали и показывали футболисты 2002 года рождения и в грязь лицом не ударили. Ну а теперь вернемся к Владиславу Карапузову. В детстве, наверное, как у всех было, но в шесть лет, сказал, что хочу играть в футбол. Почему «Локомотив»? Я живу тут рядом, как раз, и был набор здесь, пришел сюда, взяли его, так уже 12 лет тут. Твои мысли о таком достаточно успешном старте? Ты фактически вклиниваешься в молодежную команду, ты не всегда выходишь в старте, но уже два достаточно таких трудовых забитых мяча, конкретно на твоей коронке скорости. Какие у тебя мысли по этому поводу есть? Меня это очень радует. Первые два матча в основе моих были, и сразу забивал. Час ли ты в своей карьере забивал такие голы, когда пробегал через все поле за 10 секунд? Нет, не забивал еще такие, это первый был. То есть сразу попал в молодежку, и давай, чесать от штрафной до штрафной. Да. Ну давай, расскажи, как это было, что случилось в том конкретном моменте в Грозном, где ты получал мяч, как убегал от защитников. Мы постарались воссоздать эту картину на поле, соответственно, расскажи, что мы сейчас сделали, и рассказывай об этом в голе. Ну, шла атака Ахмата, был вымен с мяча от нашего защитника, я получил. На меня выдвинулся мой защитник, я с одной стороны его прокинул. Покажи, как это получилось. Он выдвинулся, я так кинул. Оббежал с другой стороны его, да? Да. В какой момент ты принял решение, как ты этого защитника будешь обходить? То есть это все на интуитивном уровне происходит, или какие-то решения принимаешь? На интуитивном. Прокинул, пробежал? Да. Увидел свободную зону, и дальше за мной бежал. Еще один защитник был за твоей спиной, и ты от него убегал уже фактически? Да, и тут на центре поля, где-то я далеко его кинул, до штрафной. И дальше уже ты никого не видел, просто бежал к чужим воротам? Да, и уже входя в штрафную, так и поднял голову, посмотрел, где кто стоит. Входя в штрафную, ты был под достаточно острым углом. В какой момент ты принял решение, что будешь завершать эту атаку самостоятельным ударом, а не пасовать куда-то, простреливать? Там, в принципе, тоже были партнеры. Когда ты решил, что будет бить? Да, я видел партнеров. Ну, я увидел, что можно завести в дальнюю, и только надо попасть, и ударил. Давайте теперь повторим то же самое, но в динамике, и Влад покажет свою скорость и то, как он умеет обращаться с мячом. Гол получился просто фантастическим, но зрители, возможно, не до конца прочувствовали твою скорость на инсценировке. Давай сейчас мы попробуем доказать зрителям, что ты действительно очень быстр, поэтому мы выстроим для тебя полосу препятствий, и на моем фоне ты покажешь, что ты можешь оббегать любого человека. Мы выстроили полосу препятствий, Влад побежит напрямик через нее, он будет перепрыгивать через барьеры, оббегать конусы, и затем, кто первый доберется до мяча и пробьет поворотом, тот и победил. Я побегу рядом, у меня нету никаких конусов, никаких барьеров, мне должно быть полегче, но посмотрим, как справится Влад. Это все равно, что бегать на перегонке с электричкой. В какой момент вот твоя скорость раскрылась? Был момент, когда только меня вызвали в сборную, и на первом сборе я получил травму. Вот до этого момента я не так сказать, что бегал, ну так, средний. И вот травма, восстанавливался месяца три, пропустил чемпионат России, когда мы заняли второе место. И вот после травмы вышел, так получилось, как-то, я не знаю, выше наоборот, а тут... Тебя раскрыла травма. Да, и я побежал. Для того, чтобы закрепиться в составе локомотива, нужно еще и умело обращаться с мячом. В частности, для крайнего полузащитника, крайнего форварда, достаточно было бы неплохо уметь навешивать с края поля, обвести оппонента и навесить. Как у тебя с этим обстоит? Сколько голевых передач отдаешь в среднем за сезон? Ну, в прошлом сезоне в Академии отдал штук 10-11. Ну, достаточно неплохой показатель. Сейчас мы будем репетировать самую обычную сцену из футбола. Крайний форвард проходит защитника и навешивает. У нас сегодня в помощниках Максим Чиканчи, Влад будет навешивать именно на него. А я попробую выступить в роли крайнего защитника. Можешь прокинуть мяч мне между ног, можешь просто пробежать в сторону и навешивать туда. Можешь штрафнуть, заходить, можешь заходить, как тебе будет удобно. С первой попытки идеально. На фрисе больше дублей-то не надо. Слишком просто, слишком легко. С первой же попытки вышло идеально. Давай теперь усложним задачу. Ты будешь проходить Максима Чиканчи в виде того манекена и навешивать на такое дерево, как я. Если уж я забью, то ты вообще можешь в футболе навешивать на кого угодно. Давай попробуем. Я попаду просто в ворот. Кто-то маленький, так бы чисто в девятку залетал. Шикарный гол в мою копилку. Еще пара таких партнеров, как Владислав Карапузов и меня возьмут в основную команду. Спасибо за помощь. Сложно ли навешивать на такое дерево, как я? На мель. Легко, так же, как и на всех. С твоих передач партнеры забивали красивые мячи в падении через себя или что-то в этом роде. Было такое? Через себя не забивали, а красивые забивали. Теперь мы проверим, как Влад умеет бить поворотом. Но с небольшой хитростью Владу придется включить голову. Причем где-то вот в этой отметке, да? Перед нами обычные нарисованные на стене ворота, на которых указаны цифры. Сейчас я буду задавать Владу вопросы, а он своими ударами будет на них отвечать. Начнем с простого. Сколько чемпионств России завоевал локомотив на данный момент? Куда попал и куда целился? Попал в два. А целился в девяточку? Это было бы хорошо. Два-три. Кубков больше. Давай попадем в цифру количества кубков в российской истории. Идеально. Ну, отлично. Попадание в самую десяточку. В семерочку. Следующий вопрос. Кто твой любимый игрок в локомотиве? Наверное, Леха Мирончук. Все почему-то в Академии отвечают Алексея Мирончука. Тебя по одной попытке неплохо удается попадать. Сейчас тебе нужно будет попасть в номер Алексея Мирончука двумя ударами. Надо было гилю выбрать. Бьешь без промаха. Скажи, почему все-таки Алексей Мирончук? Ну, воспитанник Академии вместе. Лучился с ним в школе. И сам смог попасть в основу. Показать себя добиться этого. Если он тебя встретит, он тебя знает? Ну, когда видит, здоровается. Ну, на футбольном поле лично мне ты доказал вообще все. Ты быстро бегаешь, ты точно навешиваешь даже так, что я забиваю. И бьешь без промаха в любой сектор, в который захочешь. Я желаю тебе удачи. Надеюсь, что как можно скорее ты пробьешься в Казанку. А там и до основы недалеко. Удачи и пока. Этот выпуск Академии, наверное, было проще всего снимать. Абсолютно каждое действие Владислав Карапузов делал с первого раза. Я, честное слово, не вру. Каждый попадание в сектор, каждый ответ на вопрос был записан с первого дубля. И, по-моему, это очень круто. Ну, а я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Локомотива. Ставьте лайки и оставайтесь с нами, потому что мы будем наращивать темп. С вами был Тим. Пока!